День с толком Один убегает, другой догоняет. Фраза из известного фильма «Берегись автомобиля» ярко характеризует минувшую ночь в Барнауле. Водитель машины «Марк-2» нарушил 15 раз правила дорожного движения, сообщили в Краевом ВД. Мужчина 8 раз проехал на красный свет, выехал на встречную полосу и совершил еще 6 разного рода правонарушений. На все призывы остановиться водитель не реагировал. В момент погони его машина загорелась. Только после этого ночной гонщик остановился и тут же был задержан сотрудниками полиции. Нарушитель отказался проходить проверку на алкогольное опьянение. Мужчину задержали на 5 суток. Проводится проверка. Кстати, всего за минувшие сутки в Алтайском крае произошло 13 ДТП, в которых пострадали 21 человек. 9 из них дети. И 25 водителей, по данным госавтоинспекции, были задержаны с признаками опьянения. Причем трое из них ДТП совершили повторно. Другим темам жители села Власиха возмущены работами по благоустройству проезжей части по улице Мамонтово. Многим собственникам ограничили въезд в их дома завышенными бордюрами, а у кого-то и вовсе под окнами поставили остановочные павильоны. Наша съемочная группа выехала на место. Передаю слово Юлии Щепиной. Вот они ниточки натянули. Да, это было раскопано в субботу вечером. Село Власиха, Мамонтово, 60. Это место – будущий остановочный павильон. По всей улице проводят благоустройство тротуара. Однако жительница дома Нина Дрожжина возмущена таким благоустройством прямо под ее окнами. В смысле остановка? Как остановка-то? Тут никакого кармана не сделать. Вот у меня под самый дом вырыли два метра от дома буквально. Сейчас дожди, сейчас все это поедет. Да и по всем СНИПам оно просто не подходит. Минималка по СНИПам – пять метров. Женщина живет в этом доме с конца 70-х. Мне сказали, ну мы приостановим эту стройку до разбирательства. Я говорю, хорошо, через час подъезжают в бетономешалка и пытаются сюда высыпать. Я просто наглым образом, может быть не наглым, встала и не пустила. Жители улицы подчеркивают, на месте старой остановки был карман для транспорта, теперь там клумба и ряд других проблем. Здесь почта, то есть здесь всегда должна была быть парковка. Вот сейчас они сделали вот эту клумбу карман. Вот для чего? То есть сейчас люди не могут здесь толком парковаться. Это одна, минимум две машины могут здесь встать. Следующие машины паркуются за почтой, то есть у нас дом за почтой находится, они все стоят там. Все эти мотоциклисты, все эти машины, КамАЗы, вот эти эвакуаторы большие, то есть все большие машины останавливаются возле нас. То есть это пыль, это шум, это грязь. Кроме того, подъезды ко многим домам не оборудовали заниженным бордюрным камнем. У меня не заехать, у меня здесь канализация. На данный момент у меня печное отопление, мне надо завязать топливо. Я сейчас не могу, у меня были заказаны дрова, я сейчас их просто вывезти не могу. В сентября все дорожает. Ну видите, да, какая высота просто. Также у соседей, ну они, конечно, насыпали, но это же все развалится. Анна Кашуркина, жена мобилизованного, попала в аналогичную ситуацию. Напротив ворот поставили остановочный павильон. Теперь, по ее мнению, ни спецслужбы, ни осенизаторская машина не смогут подъехать к ее дому. Как вот сюда заедет просто большая машина, я не представляю. Ладно, сейчас летом мы через соседей ездим. Либо через садовый центр. Зимой я не представляю, как это все чистить, ни одной. Женщина обращалась в различные инстанции. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту сообщил следующее. Для обеспечения доступа к дому номер 140 по улице Мамонтово в селе Власиха в рамках ремонта улицы планируется выполнить занижение колодца, перенос кармана под остановочный павильон, отсыпка с колом подъезда к земельному участку. Такой ответ пришел Ане 31 июля текущего года. Во время подготовки материала, как нам сообщили жители, подрядчик все же установил остановочный павильон. Прокуратура индустриального района в действиях комитета нарушений не нашла. В ходе визуального осмотра установлено, что в настоящее время проезд к домовладениям обеспечен. Ранее на данном участке все существующие остановки не отвечали требованиям безопасности. По расположению, геометрическим параметрам для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности, проектом принято решение по устройству остановок заездными карманами. Добавим, что все работы планируют завершить к концу сентября. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня в Курск прибыл гуманитарный груз из Алтайского края. Фуры уже разгрузили. Спасибо вам большое. Вооружаю фуру. Спасибо вам от Курска. Гуманитарную помощь отправили из Барнаула 19 августа в трех фурах, собранные жителями края вещи и первой необходимости. Одежда, продукты питания, товары для детей, постельное белье и не только. Собирали гуманитарку всем миром и волонтеры, и женское отделение партии «Единая Россия» и фонд за своих. Как нам сообщили представители благотворительного фонда, на данный момент к загрузке готова очередная фура с гуманитарной помощью для жителей Курской области. Полицейские задержали молодых людей, которых подозревали в краже 10 сотовых телефонов из раздевалки футбольной школы Алексея Смертина. Заявления о пропаже поступили в полицию 7 августа. Телефоны детей были похищены во время тренировки. Общий материальный ущерб составил 400 тысяч рублей. По итогу оперативно-розыскных действий барнаульские полицейские задержали двоих ранее судимых новосибирцев в 19 лет. Завладев гаджетами, а преступление они спланировали, молодые люди продали телефоны, деньги злоумышленники потратили на личные нужды. В настоящее время оперативными сотрудниками проверяется причастность задержанных к другим возможным преступлениям. По данному факту, следователям возбуждено уголовное дело по пункту В части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная в крупном размере. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Другим новостям. Полторы тысячи семей в крае получили помощь на сбор детей к школе, но нуждающихся в разы больше. Так, свыше тысячи рюкзаков и канцелярских наборов требуется детям, чьи семьи находятся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Накануне помощь получили десятки таких семей в Павловском районе. Подробнее в нашем сюжете. Так, Люк, теперь ты, пожалуйста, помогай нам. Несколько десятков школьных ранцев с канцелярии прибыли в Павловский район. По этому поводу в комплексном центре соцобслуживания населения даже устроили небольшой праздник. Для семей с детьми организовали чаепитие. Но прежде сотрудники созданного полгода назад благотворительного фонда «Мой Алтай» вручили школьникам подарки. Вот этот, хорошо. Открывай. Смелее. Формованные школьные ранцы с анатомической спинкой, чтобы не испортить ребенку осанку. Правда, дети выбирают себе рюкзак по внешним данным, расцветке и рисунку. И больше радуются его содержимому. Особенно будущие первоклассники. Рюкзаки вручают в рамках краевой акции «Соберем детей в школу», которую вот уже много лет проводят в регионе. Традиционно в течение августа соцзащита при содействии благотворителей оказывает помощь разным категориям нуждающихся. И многодетным, и семьям участников СВО, и малообеспеченным. На этот раз пригласили тех, кто находится в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Конечно, я очень виновата перед детьми, но исправляюсь все, чтобы детки были со мной, это самое главное, чтобы были сыты, накормлены. А для вас 5 тысяч – это крупная сумма? Ну, конечно, да. На эти деньги можно, я не знаю, какое-то что-то другое купить. Побольше колбасы. Накормить? Да. По Павловскому району очень много семей, которые обращаются прежде всего за вещами, за предметами первой необходимости. То есть у нас и вещи БУ раздаем мы на постоянной основе. То есть если нет сезонной одежды у ребенка, они в любой момент в рабочее время могут приехать и выбрать себе из того запаса, что у нас есть, что-то подходящее по размеру, по сезону, по возрасту. Нередко соцработники уточняют потребности нуждающихся семей, посещая их адресно. Сейчас один из школьных ранцев. Благотворители доставили на дом. Можешь померить? Давай. Фонд «Мой Алтай» оказывает помощь детям из неблагополучных семей региона, считая их особо уязвимой категорией. Особое внимание благотворители уделяют жителям сел. Для нас важно, чтобы помощь получили по максимуму в каждом районе. Потому что мы понимаем, что жить в городе сосредоточено. Там есть деловые связи и прочее. А в сельской местности зачастую помощи бывает недостаточно. Эта акция, по сути, дарит частичку детства самим детям. Заявку на получение ранцев и школьной канцелярии подали 45 районов края. До большинства помощь уже дошла. К оставшимся прибудет в ближайшие дни. Внести свой вклад в сбор детей к школе не только может любой желающий. Для этого в онлайн-приложении любого банка нужно отсканировать QR-код, который вы видите на экране, и пожертвовать любую сумму. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Повысить МРОД до 30 тысяч рублей предложили депутаты Госдумы. Предложение внес депутат от ЛДПР. Фракция предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда уже с 1 января 2025 года. Правда, не факт, что это предложение будет одобрено. Депутат объясняет свою инициативу тем, что МРОД для россиян – это вопрос не только достатка, но и уровня жизни. Ведь на существующий, а он составляет 19 тысяч 200 рублей, просто невозможно прожить. Напомним, что Министерство труда предлагало повысить БРОД с 1 января 2025 года до 22 тысяч 400 рублей. Пилотажная группа «Русские витязи» прилетела в Барнаул. Команда прибыла в краевую столицу для выступления на дне города, который пройдет 31 августа. Однако посмотреть на тренировку можно намного раньше. Где и во сколько – расскажем далее. Русские витязи прилетели в Барнаул. И первым делом покружили над городом, осмотрев не только достопримечательности, но и площадку у набережной, где будут выступать на день города. Празднования в этом году пройдут 31 августа. А после приземления, по традиции, хлеб да соль. Так радушно пилотов встретили не случайно. Все же в Барнауле они ранее не бывали. Витязи сформировались в 1991 году и стали первой в мире командой, которая выполняет групповой высший пилотаж на тяжелых истребителях. Ранее в краевой столице на дне города выступали стрижи на «Мигах» и «Соколы России» на Су-27. Здесь представлены самолеты Су-30СМ, так называемое поколение 4++. Прекрасные машины производства Иркутского авиационного завода. Самолет с широкими боевыми возможностями, с изменяемым вектором тяги. То есть все современные атрибуты на нем присутствуют. Следующий вылет 30 августа. С 3 часов дня до полчетвертого «Витязи» будут тренироваться над «Обью». Как отметили летчики, особых сложностей площадка не вызывает. Посмотреть на высший пилотаж можно будет с Нагорного парка и набережной. Вы видите, прибыло сюда 7 самолетов, 7-й резервный. Пилотаж будет в составе 6 самолетов. Это будет и групповой высший пилотаж, будет встречный пилотаж и одиночный пилотаж. Практически весь набор фигур высшего пилотажа будет. Это и петли, и бочки, и виражи. Все это можно будет посмотреть уже 31 августа с 5 до 6 вечера. Однако это при условии хорошей погоды. Например, такой, какая была сегодня. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. 10 тонн продуктов для дегустации и продажи привезли алтайские производители на гастрономический фестиваль «Алтайские бренды». Продукты для здоровья. Более 80 местных предприятий не только представили свою продукцию, но и угостили барнаульцев. Чем еще на этот раз удивляли гостей фестиваля, расскажем в сюжете. Медовое кольцо, молочная и мясная площади, сырный бульвар, улица Алтайских круп и не только. В Изумрудном собрались тысячи горожан, чтобы попробовать продукты местных производителей. Гастрономический фестиваль проходит в регионе уже третий раз. На мероприятии побывал губернатор края Виктор Томенко. Алтайскому краю, конечно, вы все это хорошо знаете, есть чем гордиться, много поводов для гордости. Но самое главное, конечно, это люди, жители края, которые заняты своим делом, которые влюблены в свой труд, в свою профессию, несут свою серьезную миссию. Наши сельхозтоваропроизводители – это все одни из лидеров не только Сибири, но и, конечно, всей страны. Попробовать горячие блинчики, как говорится, прям со сковороды – да пожалуйста. А еще поиграть в шахматы печеньем и угоститься полуметровым пряником. На горячее блюдо высокой кухни от лучших шеф-поваров не только региона, но и России. Какие продукты вы алтайские используете? Гречка, масла, алтайская мраморная говядина и сыры, хлеб, яйца тоже с алтайской птицефабрики. Самые основные продукты здесь и мед, алтайский мед. Кулинарные творческие мастер-классы, кстати, тоже были. Кстати, фестиваль в этом году объединил два праздника – Дни алтайского сыра и фестиваль алтайского меда. Практически каждый продукт, представленный на ярмарке, можно было попробовать, сравнить и выбрать лучший. Это формат семейного праздника, семейного фестиваля, где представлены продукты питания, которые можно попробовать, продегустировать, купить, изучить то многообразие, которое есть сегодня в Алтайском крае производителей. Площадка, на самом деле, очень удобная. После завершения реконструкции здесь можно разместить почти все локации, которые мы предполагали. В свою очередь, производители, представители пищевой промышленности и аграрии отметили. Такие мероприятия – отличная возможность не только рассказать о своей продукции, но и показать потребителю деятельность предприятий. Ирина Корчагина, Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. До встречи в эфире. Продолжение следует...